всем привет 27 апреля год 2024 на обзоре мясо техасского мясного перепела меня звать хитруки лена территориально я проживаю территория украины город первомайск николаевская область реализуем мясо як по первом альку и также реализуем мясо с доставкой по территории украины транспортной компании новая почта мясо то что приедут заберут сегодня фасуем упаковываем отправляем ворозильную камеру холодильную камеру и мясо то что с отправкой заморожено вот так вот по порциям каждая перепелочка отдельно для того чтоб для удобств покупателю потом применять уже на кухне то есть человек перепелки тут в весе прекрасном весе цельную перепелку можно рассматривать и як на семью приготовить или к примеру 2 на большую семью готовы значит давайте сделаем невеличку тару и протаруем птицу также после первой продажи и после рекламы спрашивали меня яка разница яка разница потому что есть перепелка в весе больше 350 грамм вона там чисто там ней нема ничего там перепел тушка перепела вот такая я уже показала на видео говорила что тут немая никаких легких не яких надпочечников нема семенников нема яиц если ця курочка тут все вычищено трахея гортань все вычищено все зачищено на тушки перепела отсутствует клоака и отсутствует я хвост да есть жировит все очищено вот такую тушку перепела выберете и готовите я продаю я продаю мясо так что выберете и готовы то вам не надо тут ничего очищать ниякого мусора не существует так и есть разница есть в весе цена мяса 350 гривен килограмм но есть тушки реки есть больше 350 грамм и есть тушки 300 до 350 грамм вы уже ребята определяйтесь или вам брать 350 грамм и выше или вам брать от 300 до 350 грамм почему так берут на семью вот бачите вот такие вот тушки но и их хочу вам сказать вот такие вот тушки где есть от 350 грамм 400 420 их берут мои постоянные покупатели они говорят мы хотим мясо это заказчики мои воскресенье завтра буду делать доставку и сегодня вечером кто приедет забирать мясо олечка приедет уже сегодня на выходных так цены дочка моя ци заказчик вот такие тушки мясо цернаталья наша мясо забираю вона хочет сами крупные и также на по украине тоже западная украина кто заказывает мясо отправляем у меня сегодня прийде сыр от сырных мандрив мы заказываем крафтовый крафтовый сыр зи львова мне вчера в 5 часов вечера отправили сыр и сегодня мы его уже получаем так что доставка очень очень быстро мяско вот такие подморожено воно ставится в термопакеты вот все упаковывается в клеенку бумагу все то заворачивается практика продажи мяса у меня уже есть и даже на youtube канале хитручкин двор есть видео да я показывала много лет назад наверно уже лет пять назад я практиковала отправки мяса по территории украины так что мясо это придешь и даже и за мороженым даже за мороженым почему берут например почему берут крупную перепилку да ну вот например семья из двоих человек муж и жена потому что жена они берут вот эта 350 граммовая перепилочка им приготовить в порционно на супчик им отлично они покушали там гарнир салатики мяско по половине порция всегда свеженькая и они и скушали да но если у вас и нормально для семьи для двоих молодых или пожилых вот порция перепилочки отлично бульон вкусный вкуснеющий и это чую по отзывам и люди берут вот такое мясо крупное хочу сказать что многие говорить кто там буде брать крупное и берут ребята они на килограмме у меня мясо а берут на штучно то есть через говорим и 10 штук ты говорим мне 12 что ты говорим и шесть штук перепелов то есть берут на штучно не на килограмма на Килограммы тут затруднительно, это не мука, не песок, сахар, не соль, не крупа, тут на килограмм не можно определить, чем ей добавлять, если кто-то скажет, не ровно килограмм, это не сыпучие продукты питания. А если семья, к примеру, есть муж, жена и дети, к примеру, и дети есть, или один ребенок, или два ребенка, или больше, то они берут, например, от 300 грамм тушечки, ну, хочет там 4-5-6 штучек, то есть получается порционно, если хочет порционно, пожалуйста, есть порционно. В этой перепелке тоже присутствует вот такая шикарная сбита грудка, в этой перепелке тоже присутствуют целяшечки, но так, как есть у перепелов петушки, они меньше за курочек, то есть вариант взять меньше петушок. Вот это я сейчас держу молодая птица, то есть спрашивали меня возраст молодой птицы, возраст молодой птицы это 2 месяца, вот так вот выглядят тушки. Вот я вам показываю, это мясо можно и на противне запекать, и можно на сковородке жарить, тоже я показываю, как я готовлю, как мы сами едем, можно и отварить. Одну перепелочку можно отварить бульончик, вот, кастрюлька на 3 литра, достаточно отварить вот такую вот перепелочку в кастрюльке на 3 литра. Вона чиста, все чиста, очищена, никакого тут нема мусора пищевого, да, вот, к примеру, продают перепелку, а вы ее покупаете, продают ее закрытую. То есть я вскрываю перепела для того, чтобы его очистить, вычистить внутренности, я вскрываю по спине, все вот эти внутренности вытягиваю и все тщательно очищаю. Потом же это все чистится под проточной водой. Мыется, очищается под проточной водой. Даже если у меня есть заказы, но у нас бывает, что отсутствие воды, то есть, ну, или ремонты отсутствия воды, значит, я говорю, сегодня птицю ризать я не буду. Я не тальопаю в тазиках, в всей той сукровице, все чистится, мес миется и с заменом воды, вода чиста. Тут тоже, ребята, очень велику роль, играя не цена, вот кто-то там скажет, ого, 350 гривен. Но вот в этих позициях, для того, чтобы вырастить перепела, ни одна позиция не осталась в прежней цене. И вода подорожала, и электричество подорожало, и корма подорожали, и подорожав той самой винник, який мне не надо купить, убирать, заметать. Те сами моющие подорожали, та сама сапка, оборудование, лампочки, ничего не осталось в прежнем. Вот скажите мне, яка позиция из того, чтобы вырастить животных, вона осталась в ценнику прежней, для того, чтобы я оставила цену на мясо прежней. Вот, ну, мы и продавали в 2017 году, в 2018 у нас было мясо перепела, 250 гривен за килограмм. Вот, бачите, вот такой маленький нашелся, трошечки подхудавший. До 2022 года у нас мясо было 300 гривен за килограмм. Вот, до февраля 2022 года у нас мясо было 300 гривен за килограмм. Уже в прошлый год у нас поднялось всего лишь до 2022 года, с 2022 года до 2023 года цена на мясо поднялась всего лишь на 20 гривен. Всего лишь на 20 гривен. И в этом году, в 2024 году, ценник 350 гривен килограмм. Потому что ни одна позиция не осталась в цене прежней. Даже та самая инкубация и все подорожала. Даже мы не связываем это все с этим. Жизнь, которую нам нужно заплатить за коммунальные услуги, купить нам продукты питания. Для нашей жизни все позиции, выйдите, гляньте, открыте глаза. Все подорожало, даже той семейный материал, который нам нужен весной. Вот вам показываю, какие у меня цены. По продуктам, я вам сказала, по отправкам. Если это отправлять в почту, как оно будет уходить, что у нас, приезжают, забирают дома. По тушкам я вам тоже показываю, даю вам вот видео. И так, и кто получает мясо, кто ест, тоже вам показала, как выглядит птица чисто. Так что, кто не умеет в чистоте работать, вот залог бизнеса, когда продукция чисто очищена, и покупатель, понятно, есть такие, которые звонят и хотят подешевле. Ну, чтобы мне вам продать подешевле, я эту перепилку, я ее не вскрию по спине. Я только вырежу тут клоаку, оставлю хвост, оставлю, только кишки витяну, оставлю вам там и семяники, и яйца. Ты ждешь, ты минутку? Я это все оставлю. Костя, ждешь минутку. Ну, я жду. Ну, я жду.